Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В советское время образование было престижным, доступным и бесплатным. Как дела обстоят сейчас? Тема сегодняшнего разговора – какое образование нужно современному молодому человеку? Этот вопрос я сразу адресую нашим гостям в студии, которых и представляю. Людмила Денёва – студентка Российской государственной академии образования. Учится на четвёртом курсе филологического факультета Российской государственной академии образования. Работает корректором в издательском доме, а параллельно пишет статьи о театре. В будущем видит себя театральным критиком. Несмотря на то, что сейчас эта профессия, по словам самой Людмилы, переживает упадок. В юности Людмила закончила театральную школу. Актрисой не стало, но любовь к репертуарному театру осталась, как она думает, на всю жизнь. Досуг Людмила проводит, конечно же, в театральных залах. Здравствуйте, Людмила. Вы член студенческого правительства Москвы. Что это такое и как вы туда попали? Молодёжное правительство дублёров – это проект, учреждённый год назад мэром Москвы. И направленный на то, чтобы привлечь молодёжь к государственной структуре власти и дать качественную подготовку будущим чиновникам. Спасибо большое за ответ. Здравствуйте, приветствую вас, Александр Сибенцов, аспирант Московского педагогического государственного университета. Аспирант Московского педагогического государственного университета, географический факультет которого сам и закончил. Пишет диссертацию на кафедре экономической и социальной географии и преподает четвёртому курсу соответствующую дисциплину. Когда сам был студентом, к преподавателям относился с восхищением и решил, как они занятся наукой. Попробовал – понравилось. Повлекается бардовской рок-культурой. Сам играет на гитаре, пишет песни и периодически выступает с концертами. Скажите, пожалуйста, вы сейчас преподаете? Да. Изменились ли студенты? В какую сторону? Ну, я пока не чувствую себя в большом отрыве от студенческой массы, поскольку сам недавно закончил университет. Но всё-таки студенты меняются, мне кажется. И все по-разному. Кто-то в лучшую, кто-то в худшую сторону. Но в целом я смотрю на это оптимистично. Спасибо большое. Следующий наш гость – Дмитрий Булгаков, преподаватель Гнесинской школы и Московской консерватории. Выпускник школы имени Гнесиных по классу Габоя. Получает высшее образование, поехал в Германию, в высшую школу музыки города Детмальда. Закончив её, вернулся в Россию. Оставаться за границей не захотел. И вообще считает, что человек должен быть гражданином мира и свободно менять страны и континенты. Идейный вдохновитель и организатор международного фестиваля камерной музыки «Возвращение», в котором принимают участие в основном выпускники Гнесинки, покинувшие Отечество. Главная идея фестиваля – не столько ностальгическая, сколько просветительская. Дмитрий хочет, чтобы российская публика узнала своих героев, которые собирают лучшие залы Нью-Йорка, Лондона и Милана. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы закончили училище имени Гнесиных, а потом поехали учиться в Германию. Почему? В моём случае всё просто. Я музыкант, и меня интересовала личность педагога. Значительно в меньшей степени качество образования в целом. Однако, когда я там учился, это, конечно, вышло на первый план. Понятно. Спасибо большое. Следующая наша гость – ученица 11 класса Ксения Архипова. Учится в 11 классе школы с языковым уклоном и намерена закончить его с золотой медалью, а после этого поступить в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Считает, что образование нужно получать в своей стране, а потом продолжить его за рубежом, поэтому выбрала университет, где налажены прочные связи с европейскими вузами. Собирается стать финансистом и работать в международной компании. В свободное от учёбы время профессионально занимается танцами. Собираетесь ли вы после школы продолжить своё обучение или нет? Да, собираюсь получать высшее экономическое образование. А вот интересно, ваши одноклассники пойдут дальше учиться или нет? Да, все без исключения. Как интересно. Спасибо вам большое. Следующая наша гостья – Юлия Лавняева, студентка факультета информатики и управления МГТУ имени Баумана. Учится на пятом курсе знаменитой Бауманки. В будущем собирается организовать свою компанию, занимающуюся программированием. А пока Юля – художник на вольных хлебах, пишет программы на заказ. Выбрала профессию программиста, потому что она точно будет востребована. С детства Юлина жизнь связана с музыкой. Она закончила музыкальную школу и музыкальное училище в родной Рязани. Связав свою жизнь с компьютерами, музыку Юля не оставила. И сейчас играет на скрипке в молодой фолк-группе. Юля, вот вы правда считаете, что образование можно получить дома? Собственно, каждое утро не выезжать на занятия, лекции? Ну, я считаю, что компьютерные технологии могут очень здорово помочь человеку получить образование. А живое общение? Целиком заменить живое общение. Конечно, компьютерное состояние. То есть, мне кажется, что современные технологии могут только помочь, но не могут заменить. Спасибо вам большое. Я думаю, что вы нам поможете сегодня разобраться в тех вопросах и проблемах, которые будут озвучены. Но для того, чтобы разговор состоялся, я приглашаю всех вас на вот эти буквы. Это временное ваше рабочее место. Вам необходимо выработать за 5-6 минут несколько тезисов. 5-6, может и больше, если вы захотите. Которые вам необходимо будет представить, озвучить и потом защитить. Пожалуйста, приступайте к работе, что называется. Итак, через несколько минут вам предстоит представить список тезисов. Кто-то из вас, я вижу, это будете вы записывать. Сформулированные мысли, четкие формулировки, для того, чтобы вы потом могли разобраться, собственно, что вас волнует, о чем вы хотели поговорить. Да? Хорошо, приступайте. Ну, а телезрителям я хочу напомнить, что у нас на связи интернет-кафе, и сегодня интернет-мост с Нижним Новгородом. Я приветствую вас. Здравствуйте. Вижу, что вы подготовились, как-то оптимистично настроены. Есть ли у нас связь с Нижним Новгородом? Здравствуйте, Нижний Новгород. Хорошо ли меня слышите? Да, здравствуйте. Отлично. Вы знаете, у меня к вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, кем кто из вас хочет стать, кто уже закончил школу, кто учится в каком вузе, немножечко расскажите о себе. Прохоров Сергей, студент третьего курса университета имени Лобачевского. А вот скажите, у меня к вам первый вопрос. Вы сами принимали решение поступить вам в высшее учебное заведение, или вам сказали родители, нужно продолжать учебу? Это произошло с помощью решения моих родителей. И после этого я поменял свое решение и поступил в другое место. И сейчас учусь там, где я мечтал учиться. Не жалеете? Нет, я не жалею о своем решении. Мне очень нравится это место. А как вы считаете, образование в России качественное? Если можно применить это слово к образованию. Да, я считаю образование в России качественное. Оно фундаментальное, полное и широкое. А вас не обижают вот эти данные, которые я привел в самом начале программы? В списке 100 лучших вузов планеты во-первых, мы на каком-то очень далеком месте и всего лишь один российский вуз вообще представлен в этом списке. Это, естественно, обижает. Но я полагаю, что мы будем работать в этом направлении, что страна будет добиваться того, чтобы их вузы вышли на первую позицию. Понятно. Кто считает в интернет-кафе, что наши позиции в области образования занижены? Здравствуйте. Меня зовут Шарапова Анна. Я студентка Московской академии труда и социальных отношений. И я бы хотела сказать, что, конечно, наши вузы находятся на несколько высшем уровне, чем говорит статистика и о чем предупреждают эти данные. Но вот я бы хотела высказаться по поводу дистанционного изучения и дистанционного обращения. Нельзя так конкретно говорить и вообще заявлять, что это не подходит и такая система нам не нужна, мы ее не принимаем. Может быть, кому-то она будет достаточно и удобна и поможет в обучении. Однако, не стоит забывать о том, что все-таки наш менталитет русский, наши студенты привыкли к тому, что их, может быть, в каких-то моментах стоит немножко контролировать и как-нибудь направлять. Вот я думаю, только в этом может состоять проблема. А в принципе, в этом нет ничего плохого и нужно развивать новые технологии. Спасибо вам огромное. Я напоминаю всем тем, кто находится в Нижнем Новгороде, в интернет-кафе, и, кстати, на форуме. В любой момент вы можете дать о себе знать. Мы вас с удовольствием послушаем, выслушаем и, что называется, обсудим все ваши предложения или ответим на ваши вопросы. Кстати, о форуме у нас уже есть несколько сообщений. Я с радостью вам могу их зачитать. Разве современному человеку вообще нужно образование? Образование должно быть интернациональное. Современное образование, которое могут дать только современные специалисты, а не преподаватели старой закалки. Ну что же, мы обсудим и эти сообщения на форуме. Присоединяйтесь. А пока я хочу узнать, как у вас продвигаются дела. Вырабатываете ли вы тезисы? Конечно. Во всем. Так. Давайте я зачитаю тогда несколько тезисов. Если вы посчитаете, что необходимо что-то еще, быть может, мы объединим усилия и придумываем его вместе. Итак, первый тезис. Необходима максимальная широта образования в своей профессиональной области. Необходима свобода выбора для студента и открытые границы образования. Необходимо качественное образование, оно должно быть профессиональным. Образование должно соответствовать мировым стандартам. Для получения качественного образования необходима элементарная компьютерная грамотность. Как вы считаете, что-то не хватает еще в этих тезисах? Их раскрытие. Их раскрытие. Давайте раскроем их тогда на стульях. Я вас приглашаю. Пожалуйста. Первым высшим учебным заведением в России стала славяно-греко-латинская академия, открытая в 1687 году в Москве, в Зайконоспасском монастыре. Первоначальная академия была всесословной. Здесь мог учиться каждый, независимо от возраста, чина или сана. Тем не менее, в первый год основания в академию поступило всего 28 человек. Изучали грамматику, пинтику, риторику, диалектику, философию, богословие, этику, латинские и греческие языки. Первыми наставниками были приглашенные из Константинополя ученые греки Иоанники и Сафроний Лихуды. До середины 18-го столетия преподавание вели на латинском языке. Здесь учились едва ли не все выдающиеся деятели 18-го века. Среди них архитектор Василий Баженов, поэт Василий Тредяковский, сатирик Антиох Кантемир. В 1731 году в Академию поступил 19-летний Михаил Ломоносов. Чтобы выдержать годы учебы в Академии, надо было обладать немалым энтузиазмом. 20 лет спустя Ломоносов писал графу Шувалову. Имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день как на денежку хлеба и на денежку кваса, прочие на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом, жил я 5 лет, а наук не остали. В первой половине 18-го века высшее образование фактически опять становится привилегией дворянства. Разночинцев больше не принимают морскую академию в артиллерийское и инженерное училище. Ломон же академик создает проект Московского университета, где намерен начать генеральное обучение разночинцев. В университете тот студент почтения, кто больше научился, а чей он сын, кто он нет нужды, говорил великий ученый и борец против сословного неравенства. В 1755 году усилением Ломоносова в Москве был основан университет с тремя факультетами философским, юридическим и медицинским. Преподавание по уставу университета велось на русском языке, что было очень важным много времени. Начнем философию не так, чтобы уразумел только один человек из всей России, но так, чтобы каждый российский язык разумеющий мог удобно ею пользоваться, сказал на открытии университета ученик Ломоносова профессор Николай Поповский. За первые 20 лет университет выпустил 318 специалистов. Цифра очень маленькая для нашего времени, но в середине 18 века это был настоящий прорыв, который положил начало новой эпохи в области высшего образования в России. Однако, если при основании первого и на тот момент единственного университета Ломоносов решал, какое образование нужно молодому человеку, то будущему студенту 21 века приходится делать выбор самому. Ну что ж, мы готовы к разговору, сейчас я приглашаю в студию человека, который получил разностороннее образование и сегодня помогает это сделать другим в нашей студии эксперт, летчик-космонавт Советского Союза, ректор Московского университета геодезии и картографии, президент Ассоциации российских вузов Виктор Петрович Савиных. Здравствуйте, Виктор Петрович. Здравствуйте, Саша. Я приветствую вас в студии, очень рад вас видеть. Летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР, кавалер трех орденов Ленина, герой Болгарии, герой Монголии. В 1988 году избран ректором Московского института геодезии, аэрофотосъемки и картографии, который с изменившимся названием возглавляет и по сей день. В 1996 году руководили проект опорной геодезической сети города Москвы. В свободное время предпочитает заниматься спортом, лыжами, горными лыжами, плаванием и теннисом. Присаживайтесь, пожалуйста. Вам сегодня необходимо наблюдать внимательно и слушать, что происходит в этой студии, о чем мы говорим. Быть может, подвести какие-то итоги, с чем-то согласиться, а с чем-то нет. Я хотел бы вам задать первый вопрос. Знаете, у меня есть такой список, знаменитые троечники. В нем Вольтер, Ньютон, Бонапарт, Бисмарк, Бетховен, Дюма, Эйнштейн, Маяковский и даже Сергей Павлович Королев. Вот, знаете, такой достаточно внушительный список троечников. Вопрос, может быть, и не учиться, может быть, это какая-то такая данность природы, родителей. Талантливых людей много. Естественно, талант помогал этим людям стать великими. Но образование нужно обязательно, потому что раньше мы говорили, что образование для всей жизни, да, а сегодня мы говорим образование во время всей нашей жизни. Поменялась ситуация в мире, и очень быстро меняются технологии, очень быстро меняется наш быт, жизнь, поэтому в течение всей жизни и сегодня нужно заниматься образованием. Спасибо вам большое, мы приступаем к разговору. Если хотите, кто-то из вас может первым защитить свой тезис, или мы пойдем, что называется, по списку. Как хотите. Может быть, совпадет тогда и по списку, и я первая и начну. Пожалуйста, прошу. Итак, ваш тезис. Мой тезис наиболее такой емкий, смысл емкий, да, качественное образование сегодня, должно быть профессиональным. Вроде бы, это звучит не ново, да, но под этим тезисом я и вообще, нужно подразумевать целую совокупность критериев, которые мы можем применять к студентам и к преподавательскому составу. Да, это две таких составляющих, которые и делают качество образования, которые отвечают за качество образования. Итак, если говорить о преподавателях, то у нас в современном, в нашем современном образовании очень низок стандарт, средний стандарт, средний уровень квалификации преподавателя. Простите, а кто его определяет этот стандарт? Сразу вопрос. Профессионал это человек, для которого его профессия является не просто записью в дипломе, а жизненной позицией, твердой жизненной позицией, иллюстрацией которой к этой жизненной позиции он может быть и для своих студентов. Он входит в аудиторию и он не растекается мыслью-подреву о прекрасности своей профессии, он показывает это всем своим видом и внешним, и внутренним, и вообще мировосприятием. И такой профессионал, такой преподаватель, он сразу прививает, ну может, это избитая фраза, я понимаю, но тем не менее она очень важна, прививает любовь к профессии, к приобретаемой профессии с первого курса. Это может начать делать только преподаватель-профессионал, вообще профессионал в своей области. И когда есть вот такая атмосфера, когда она формируется прививанием этой любви к профессии, вот это вот такой, знаете, некий оазис профессии, да, который проявляется и в неформальном общении студента с преподавателем, и в неформальном общении студентов в студенческой жизни. Когда все такое узкоспециализированное, специфическое говорит именно о приобретаемой, о будущей специальности, о будущей профессии. И в свою очередь студенты, у нас сейчас, к сожалению, очень такое, знаете, особенно в платных вузах, потребительское отношение к приобретаемым знаниям. Вот кто за ужин платит, тот музыку и заказывает, да, к сожалению. Так, конечно, и не должно быть. К сожалению, у нас много сейчас платных вузов. А как это применимо к образованию, я не очень понимаю. Что это значит потребительское? Студент платит за обучение, да, и он приходит в вуз, в свое учебное заведение, как в храм науки, да, громко говоря. А как, ну просто, ну просто отсидеть пять лет, получить корочку. Вот это и есть потребительское образование. Интернет-кафе или Нижний Новгород? Присоединяйтесь, пожалуйста, к беседе. Да, прошу. Сейчас интернет-кафе, пожалуйста. Здравствуйте. Вот у меня сразу возник вопрос к Людмиле Деневой. Вот вы высказывались на такую тему, что студенты не должны относиться потребительски к своему обучению, к преподавателям тоже. А что же тогда делать? Ведь мы платим деньги за обучение, и довольно-таки немалые деньги. И неужели мы не можем заменить преподавателя, когда нам это необходимо? И неужели мы не можем требовать отношения к себе адекватного и того, которое мы хотим? И сразу у меня вопрос к Виктору Петровичу. Насчет нехватки кадров. А кто тогда должен обеспечивать кадры учащимся студентам, если не вуз и не деканат? Если опять-таки мы получаем... Я вот, например, учусь на экономиста, и действительно сталкиваюсь с той проблемой, что преподают предметы такие, как менеджмент или маркетинг. Люди не специально этому обучены, а просто переквалифицированные педагоги. Как решать эту проблему? И кто должен заниматься ее решением? Пожалуйста. Значит, в настоящий момент в России порядка трех тысяч частных университетов. Естественно, не хватает преподавателей. И я думаю, что те преподаватели, которые должны работать в государственных вузах, которые должны нести знания студентам, их не хватает. И поэтому я считаю, что очень много лишних университетов, частных университетов. Вот в чем проблема сегодня. Я говорила о потребительском отношении, имея в виду именно вот эту хамоватость, когда студент приходит и говорит, я заплатил, так, давай, читай, что там у тебя дальше. Я именно это имела в виду. А, конечно, качественное образование, оно подразумевает как наличие вот этой субординации, так и наличие открытого общения и удовлетворения всех требований студентов. Спасибо. Да, Нижний Новгород. Здравствуйте. Меня зовут Абрамяна Раек. Я студент 2-го курса юридического факультета ННГУ. Я считаю, что в государстве, в России нет специальной школы, которая создает новых, новоспеченных преподавателей. И такой школы быть не может, потому что нет ни одного четкого критерия, в котором можно говорить, преподаватель хороший или плох. И, к сожалению, а может и к счастью, преподаватели формируются со временем и обязательно в стенах таких классических вузов, как, например, наш Нижегородский университет. И сейчас мы узнаем об этом университете поподробнее из нашего сюжета. Государственный университет имени Лобачевского основан ровно 90 лет назад, в 1916 году, как один из трех народных университетов России. Он стал первым высшим учебным заведением в Нижнем Новгороде. Сегодня здесь работают еще шесть вузов, в том числе Волговецкая академия, госслужбы, педагогический университет, технический университет, академия водного хозяйства. Высшее образование, на мой взгляд, это ключ к успеху. Высшее образование дает не только знания и навыки, но также это некоторые школы общения, во время которой у человека появляются навыки, которые ему пригодятся в жизни, а также у него доводят связи, знакомства. Он лучше научится понимать жизнь. С этим мнением солидарны большинство студентов разных вузов Нижнего Новгорода. Они же называют еще один ключ к успеху сегодня — это традиции плюс новые технологии и нестандартные формы обучения. Он говорит, Яндекс по запросу «Религиозные установки молодежи. Нравственный аспект. Найдено столько-то страниц». Аня Чегрина учится на пятом курсе факультета социальных наук Нижегородского университета благодаря возможности дистанционного обучения по уникальной звуковой программе. Очень много же сейчас литературы в электронном виде. И вот эта технология звука, она позволяет самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи, просчитывать большой объем материала. Идея звуковой программы проста. Результаты запроса поисковой системы машина произносит вслух. Правда, это происходит с такой скоростью, что неподготовленное ухо не в состоянии разобрать ни слова. Самостоятельность в обучении ведет к независимости мышлению и навыкам творческого подхода к делу. А это еще одно слагаемое успеха образованного современного молодого человека. Работодатель сегодня хочет самостоятельного работника, не исполнительного, а приносящего планы действий, способного разработать программу действий. И это, пожилые, главное отличие современного образования. С разрешения ректора Нижегородского университета все четверокурсники уже во время учебы подрабатывают в компаниях, куда хотели бы устроиться по окончании вуза. И получается некий симбиоз. Компании нужна высокая квалификация и результаты студенческих исследований. А университету – современное техническое обеспечение и дополнительное финансирование. Интернет-кафе, да. Добрый вечер, Чапинога Алла, аспирант Карати, ГИТИС. Если мы говорим про преподавателей, то мне кажется, что стоит больше внимания уделять послевузовскому образованию подготовке кадров у преподавателей. Может быть, вообще стоит сократить количество вузов, чтобы повысить качество образования? Как Вы к этому относитесь? Сократить количество вузов? А сразу возникает вопрос. По каким критериям нужно отбирать, какие вузы мы закрываем, и они прекращают свое существование, а какие оставляем? Критерии качественного образования, он как раз, этот критерий лежит в том, как оценивать сами выпускники этих вузов, качественно они получают образование или нет. И, в конце концов, именно востребованность тех или иных профессий определит, какие вузы нужны, какие вузы, может быть, не нужны. Ну, а к Вам вопрос. Вы получили образование в двух странах. Где лучше? Я считаю, что студентам там намного лучше, потому что они абсолютно главные люди в системе западного образования. Я не считаю, что в этом есть что-то, скажем так, в желании поменять педагога есть что-то преступное. Да, я хочу получать хорошее образование, у меня на это всего лишь моя молодость, я хочу максимально хорошее образование получить, поэтому, если меня не устраивает педагог, да, я буду наставить на том, чтобы его поменяли. Западная система образования настроена на то, чтобы предоставить студенту максимальное качество образования и максимальные права. Да, существуют очень сильные студенческие профсоюзы, которые, по сути своей, сильнее, чем такие вещи, как деканат или даже профсоюз педагогов. Ну, вопрос к вам и ко всем, собственно. Как вы считаете, если дать свободу нашим студентам, не приведет ли это к тому, что они вообще перестанут учиться? Нет, потому что все хотят хорошо жить. Я не знаю человека, который говорит, что хочет жить плохо, когда я буду взрослый. Люди хотят хорошо жить, для этого нужно иметь хорошую профессию, для этого надо быть качественным специалистом высокого уровня. Да, пожалуйста. За рубежом, где практикуется такой опыт, когда студент может требовать все что угодно, и он, в принципе, главенствующая фигура. Я думаю, если у нас попробовать хотя бы в качестве эксперимента внедрить такое новшество, то это будет совершенно хаос. Я просто хотел несколько слов сказать о студенческой... Я ученик второго курса экономического факультета ННГУ. Также я являюсь членом союза студентов ННГУ. Это организация, которая объединяет все наши вузы и реализует проекты молодежи. Проекты, которые реализуются самой молодежи. Вот как раз об этой организации я бы хотел поговорить, но вот вы затронули эту тему. Вот. Значит, у нас также есть правком, есть союз студентов, вот. И мы занимаемся как раз проблемами образования молодежи и их занятости, занятости активного образа жизни. Понял. Спасибо вам большое. Александр, я перехожу к вашему тезису. Пожалуйста, напомните, необходима максимальная широта образования в своей профессиональной области. Поясняйте. В 90-х годах, когда началась гуманизация и гуманитаризация образования в нашей стране, мне кажется, что сложилась такая обстановка, знаете, как у Пушкина. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Да. Вот когда я, например, учился на первом курсе своего института, я могу сказать, что разные гуманитарные области, которые у нас преподавались, там, какая-нибудь мировая художественная культура, простите, даже половое воспитание, общее количество часов превышало объем профессиональных предметов, там, географии, в частности, да, и географический факультет заканчивал, которые преподавались на первом курсе. И мне кажется это несколько странным. Я считаю, что человек должен получить максимально широкое образование именно в своей области, в той, в которой его готовят. Это позволит ему быть максимально конкурентоспособным. Просто, на мой взгляд, вот такое гуманитарное общее образование должны давать в школе. А в УЗ уже все-таки не зря говорят высшее профессиональное образование. Человек должен становиться профессионалом. Мне кажется, что вот сейчас как раз профессионализм образования несколько упал. Это связано, кстати, с тем, что ухудшается, скажем так, профессорско-преподавательский состав. Люди, преподавательский состав размывается по ВУЗам, в том числе вот этим вот коммерческим ВУЗам, в которые, если честно, студенты идут очень часто для того, чтобы просто получить справку от военкомата. А преподавателям это удобно в том плане, что они приходят туда зарабатывать деньги, потому что преподавательская зарплата в государственных ВУЗах очень невысока. А скажите, вот какое образование нужно сегодня получить для того, чтобы быть востребованным специалистом? Человеку должен обязательно иметь именно широкое образование в своей области, потому что, ну, например, биология решает какие-то конкретные задачи. И у человека должен быть системный взгляд на свой предмет, для того, чтобы, когда будет однажды задача решена в экономике, да, или там в науке, он мог перейти к решению следующей задачи, то есть сохранить свою конкурентоспособность на рынке. И именно сейчас мы посмотрим на эту тему сюжет. Быть или не быть – вот в чем вопрос. Но для тех, кто не определился с выбором ВУЗа, существует не менее насущный вопрос – кем быть? Выбирать ли популярную профессию менеджер, юрист или экономиста? Специалисты в области трудоустройства говорят однозначно – нет, при выборе дела жизни о моде надо забыть. Если человек получил образование, как ему казалось, в нужной индустрии, но, тем не менее, у него нет склонности, нет внутреннего желания заниматься этим, большая вероятность того, что он не в этой области. По словам Светланы Тюриной, решая вопрос, кем быть, молодому человеку нужно думать не о престиже выбираемой профессии или конкретного ВУЗа, а о соответствии будущего занятия собственным интересом. Сделать хорошую карьеру можно даже, закончив средний по качеству институт, но зато развив свои лучшие личностные качества. Это, например, некие лидерские качества, это умение работать в команде, коммуникативные навыки, аналитические способности, умение принимать определенные решения, да, на основе анализа информации. Вот эти все качества, они, трудно сказать, что они развиваются в каком-то определенном ВУЗе. Не то, чтобы для работодателей совсем не важно, какой институт закончил молодой специалист. Наибольшим доверием по-прежнему пользуются крупнейшие государственные ВУЗы. Но в то же время, даже закончив такой ВУЗ, человек не сделает блестящую карьеру, если не будет работать над собой дальше. В последние десятилетия в России развивается дистанционное обучение. Оно дает возможность, не отходя от компьютера, получать необходимые для работы практические навыки. Человек сегодня, который закончил, я верю, лучший вариант, хороший ВУЗ, причем хорошо закончил, отлично, добросовестно учился, действительно обладает знаниями, но что с ними делать практически, он не знает, он не может их применить на практике. Программа дистанционного обучения написана таким образом, что полученные теоретические знания студент может сразу же применить на практике с помощью заданий и тестов. Конечно, эта практика виртуальная, но она полностью повторяет реальные ситуации. Впрочем, специалисты по дистанционному обучению признают, что результат их работы становится только лучше, если подкрепить его традиционным методом. Если по курсу, скажем, искусственный переговор, сначала провести, пройти дистанционный курс, а потом очный семинар, где вы можете эти навыки отработать в группе, а не только один на один с преподавателем и компьютером, то, безусловно, результат обучения будет выше. Это еще один плюс дистанционного обучения. Один профессор может собрать такую огромную аудиторию, которую при традиционном методе собрать невозможно. Главный минус виртуальной формы обучения – это, конечно, отсутствие личного контакта преподавателей и студента. Именно поэтому дистанционное образование никогда не может полностью заменить традиционное. Еще год, еще два, еще пять лет пройдет. И, конечно, будет во многом вытеснять. Но, конечно, никогда не вытеснят. И специалисты в области образования, и специалисты в области трудоустройства едины в своем мнении. Не столь важно, какой именно диплом выпускник покажет работодателю. Самое главное – в процессе обучения понять, в какую сторону двигаться в будущей профессии. И в соответствии с этим развивать свои таланты и способности. Нижний Новгород, вы хотите что-то добавить, спросить? Да, я хотел бы спросить, задать вопрос Александру, который был, у него позиция, что студент должен узко специализироваться в этом образовании. Так у меня вот вопрос, а как ему выбрать эту специальность? Ведь многие студенты, поступающие в ВУЗ, они даже не представляют себе, что обозначает вот эта специальность. Они, может быть, там, вступают туда, куда удобнее вступить, куда лучше, да? Так, может быть, уже в школах определяться, кем ему быть, куда ему поступать. Может быть, в школах усилить вот этот вот выбор студента, куда он потом пойдет, то есть учащившийся, будущий студент. Вот. И уже потом он будет обучаться, и ему будет интересна эта наука, потому что он уже знает, куда он пойдет, кем он будет, станет. И что он будет делать дальше? Знаете, для решения этой проблемы, о которой Вы сказали, у нас пытались в нашей стране разработать модель 12-летней школы, когда в последние два года учащийся школы должен был проходить, постепенную специализацию проводить, то есть выбирать все предметы, которые ему понадобятся для поступления в ВУЗ. Ну, у нас поговорили-поговорили, и пока эта задача совсем никак не была решена. В принципе, вот, насчет специализации, ну вот если посмотреть, как, например, этот вопрос решается в МГУ, человек поступает, я опять же приведу родной пример, на географический факультет. Он выбирает географическую специальность. А проучившись год или два, начинается специализация по кафедрам, а уже на последних курсах постепенно происходит специализация по каким-то научным темам, да, при подготовке к дипломной работе. Мне кажется, что вот такая схема, наверное, она наиболее оптимальна. Хотя существуют специальности, например, те же самые педагогические специальности, где, конечно, человек должен сохранять широкое образование, не узкоспециализированное. Спасибо большое. Да, интернет-кафе, мы слушаем вас, мы про вас не забываем ни на секундочку. Данна Водаре, студентка технологического колледжа Московского. Я вот хотела предложить такое решение, или, ну, как добавление внести к тезису Александра, он предложил, ну, какие-то вопросы, связанные с узкой специализацией, правильно, да? Вот я считаю, что колледж, это как раз и есть то звено, которое находится между школой и университетом, и помогает человеку выбрать свою специализацию и узнать немного больше о своей будущей профессии. Как раз и есть то самое заведение, где и покажут и расскажут, что будет этот человек делать дальше. И приемлемо это для него или нет? Пожалуйста, ответьте. Вы знаете, я бы хотел бы еще даже кое-что добавить к этому. Мне кажется, что не останавливается образование человека на колледже и на вузе. После вуза тоже идет образование. Человек может идти в аспирантуру, еще увеличить свою какую-то, углубить специализацию. А вообще, в принципе, поскольку мы живем в эпоху научно-технической революции, когда все очень быстро меняется, человек все-таки, наверное, ну, я не в плане возражения самому себе, но все-таки образование должно быть достаточно широким для того, чтобы человек мог выбирать свою профессию в зависимости от того, что в современном мире становится более актуальным. То есть образование при этом все равно должно сохранять определенную гибкость, вариативность образования. То, о чем, кстати, говорил Дима, как мне показалось. Вот. А насчет колледжа, мне тоже кажется, что это довольно хорошая идея. Спасибо большое. Давайте переступим к вашему тезису. Мой тезис, ну, так, если его даже перефразировать, немного звучит так, что человеку любому, вот в современном мире, чтобы получить хорошее образование, необходимо иметь хотя бы элементарные компьютерные знания какие-то, элементарные компьютерные навыки. К чему это? Значит, я не говорю, сразу оговариваюсь, что я никогда не говорила, что компьютер может заменить преподавателя. Или заменить очное какое-то образование, то есть лекции. Но, с другой стороны, что, сколько может быть пройти там, скажем, лекции по какому-то предмету за семестр? Определенное количество, ни больше, ни меньше. И рассказать весь материал и все. Преподаватель просто не в состоянии. То есть он тоже человек, здесь все понятно. И, конечно же, любому студенту гораздо удобнее, чтобы получить больше информации по интересующей его теме, залезть в компьютер, найти нужную ему тему и почитать об этом. Это с одной стороны. С другой стороны, существует вопрос так называемого дистанционного образования. Допустим, есть какая-то, может быть, школа, может быть, вуз какой-то, не в столичном городе, где-то, ну, в небольшом городе каком-то, допустим. И человек хочет жить там и не хочет оттуда уезжать. Конечно же, получить такое же образование, как, например, в МГУ, он не в состоянии, человек, учащийся в таком вузе. Но если бы у него была возможность, скажем, вот точно так же, в режиме интернет, через веб-камеру, слушать какие-то лекции у преподавателя с наиболее высоким, скажем так, стажем, с наиболее лучшей квалификацией, то, конечно, знания этого человека, они как бы расширяются. Ему не пришлось бы ехать там, значит, куда-то за 3-9 земель, проходить там жуткий конкурс, поступать в институт, потому что мне кажется, что каждый человек имеет право на хорошее образование. И дело не в том, там, у кого-то появилась возможность такая, у кого-то не появилась. Вот, и мне кажется, что технологии могут очень здорово в этом помочь. Но можно ли доверять информации из интернета? Тут речь идет, может быть, о двух вещах. Первая информация из интернета – это форумы, еще что-то такое, да. Там, конечно, информация может быть всевозможная, и не факт, что она будет достоверная. Но здесь есть такой плюс, что можно найти всю информацию по данной теме. Ну, не всю, но очень большое количество, много взглядов на какой-то вопрос. А другая вещь – это то, что в интернете можно найти какие-то электронные книжки, электронные учебники, которых, может быть, вот в печатном виде у вас нет, вот на руках. А в интернете вы можете найти то же самое, ту же самую информацию. Просто вам не придется идти где-то искать, там, покупать книжку. Я говорю об облегчении процесса. С вами согласен с этим? Значит, можно я... Или вы можете возродить, да, пожалуйста. Поскольку, значит, я бы хотел, Юль, сказать, что нет... Тут вопрос в терминах. Нет дистанционного образования, есть дистанционное обучение. Образование как таковое, оно должно быть классическое. А обучение может вестись с помощью интернета. Вот, а все же, глаза в глаза, значит, экзамены как сдавать по интернету? Нет, я об этом не говорю. Я говорю о том, что... Так что здесь вопросов очень много. И многие сегодня высшие учебные заведения имеют огромную электронную библиотеку. И, войдя на их сайт, зная ключ определенный, можно найти действительно очень хорошо классически сделанные учебники. И по этим учебникам можно учиться. Давайте перейдем к вашему тезису. У вас еще все впереди. Вы только заканчиваете школу. Рассказывайте. Ну, я когда выдвигала этот тезис, я руководствовалась только своими личными соображениями. Как бы я рассматривала данный тезис с позиции учениц 11 класса. Я сказала, что образование должно соответствовать мировым стандартам. Что такое мировые стандарты? Сейчас вот в моем поколении, ребята, которые выпускаются в этом году, в следующем году, бытует такое мнение, что лучше ехать учиться за рубеж. Потому что, вроде, даже вы приводили статистику, да, среди 100 лучших вузов только один российский вуз. И все очень хотят уехать учиться за границу, потому что говорят, что это престижнее, там образование лучше. Но сейчас существует некое Болонское соглашение, при подписании которого дипломы, выдающиеся в данном вузе, будут котироваться за рубежом. И я считаю, что данное соглашение, оно повысит авторитет нашего образования в глазах абитуриентов. И как бы вот это, Болонское соглашение, оно как раз вот и делается таким мировым стандартом, который вот оценивает качество образования в вузах. А скажите, вы мечтаете покинуть Россию навсегда? Нет, я как раз не хочу уезжать из России, как бы. Просто существуют такие варианты, когда человеку просто необходимо уехать за рубеж, как бы жить, ну, с какими-то с личными ситуациями, да. И у меня как раз такая ситуация сложилась в семье. У меня тетя, она получила медицинское образование в России. Она, из-за того, что она вышла замуж, ей прислось уехать, жить за границу, в Канаду. И сейчас она уже третий год бьется и не может получить право на работу. При том, что она кандидат медицинских наук. То есть она получила хорошее, качественное образование. Но из-за того, что наши дипломы не котируются за рубежом, у нее сложились такие трудности. И она три года сидит без работы, то есть она ничего не делает. И, как бы, это тоже, если брать материальный аспект, это тоже деньги. А, как бы, каждый такой экзамен, он стоит около тысячи долларов, как бы, это очень много. А если его надо пересадавать раз пять, как бы, посчитайте сами эту сумму. — Скажите, пожалуйста, вот вы хотите брать кредит в банке для того, чтобы получить образование. Да? Это правильно? — Не совсем так. Я планирую, по крайней мере, и стараюсь сделать все для этого, чтобы закончить школу с золотой медалью. Для чего я это делаю? Я собираюсь поступать в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Золотая медаль дает мне возможность, если я напишу на определенный процент, напишу вступительный экзамен по математике, это мне дает возможность, как бы, без последующих экзаменов поступить в ВУЗ на бюджет. Но дело в том, что я заканчиваю школу с углубленным изучением иностранных языков, из-за этого математика преподавалась в моей школе не на таком уровне, который требует в этом ВУЗе. То есть вероятность того, что я напишу из 100 на 92 балла математику, она минимальна. Но я стараюсь сделать, для того, чтобы написать этот экзамен хорошо, стараюсь сделать все для этого. Я хожу на курсы, я занимаюсь дополнительными с преподавателями. Второй вариант. Если вдруг мне не получается поступить с медалью, я имею право продолжить вступительное испытание, мне право продолжить на общих основаниях. То есть я буду сдавать дальше информатику и русский язык. Если вдруг так сложится, что я не смогу сдать экзамены на бюджет, так как конкурс в этом ВУЗе очень большой. Сколько человек на место? Точно не скажу цифры, но смотрите, факультет мой сокращено количество бюджетных мест до 20. А конкурс, там сможете, туда приходят тысячами люди, потому что ВУЗ, это ВУЗ единственный в России, который подписал Болонское соглашение. Но не единственный. Но Нижний Новгород, мы видим, что вы готовы поговорить с нами. Здравствуйте. Арифьев Сергей, третий курс филологического факультета ННГУ. Там гуманитарий собрались. Очень болезненную тему, на самом деле, затронула девушка, которая ученица 11 класса. У меня есть несколько слов по этому вопросу. В условиях абсолютных таза мы действительно могли позволить себе выработать свои собственные методики обучения и так далее. То есть универсализировать образование таким образом, делая его универсальным, не узконаправленным. На сегодняшний день мы должны действительно считаться с европейскими стандартами и так далее. То есть вопрос очень сложный. Готовы ли мы к этому? Есть ли у нас достаточно квалифицированные преподаватели, достаточно хорошее финансирование и так далее? Кроме того, ну риторический, скорее всего, вопрос. Кроме того, были подняты две проблемы. Первая проблема – это квалификация кадров, то бишь, есть ли у нас квалифицированные преподаватели. И второй вопрос – почему же они уходят всё-таки в вузы коммерческие? Нет ли связи между этими двумя проблемами? Нет ли какого-то зерна потаённого? Мне кажется, на мой взгляд, основная проблема на сегодняшний день – это финансирование государственных именно вузов. Недофинансирование страшное. И что касается, предположим, то есть если мы строим такую пирамиду, что вуз, что такое вуз – это педагогический состав, да, что такое… Да, то я думаю, мы упираемся просто в то, что основная проблема вообще и с квалифицированными кадрами, и педагогами – это недофинансирование. Но я не верю в то, что кто-то здесь скажет что-то обратное. Да, страшное недофинансирование. И поэтому коммерческие вузы идут, педагоги, и я в этом не вижу никакого преступления с их стороны. Я могу даже сказать, вот за себя, например, я работал просто и в школе, и сейчас преподаю в вузе, зарплата различалась у меня 8 раз. Вот, и 8 раз в пользу школы, 8 раз выше зарплата была. И, конечно, в той же Москве жить при таком… по затратах, жить на, конечно, такую зарплату практически невозможно. Спасибо большое. Сейчас начинается голосование на нашем форуме. Пока будет проходить голосование, обращаюсь ещё раз к интернет-кафе. Пожалуйста, Дан. Да, у меня вопрос к Виктору Петровичу. Виктор Петрович, как Вы думаете, не приведёт ли вот это Болонское соглашение к увеличению пресловутой утечки мозгов из нашей страны? Я думаю, что не приведёт. Я думаю, что не приведёт. И Болонское соглашение сегодня, в настоящий момент, серьёзно обсуждается. И здесь есть много, много нюансов. Особенно проблема проблематичная для технических университетов, поскольку специалисты, специалисты сегодня нужны в промышленности, а обучение 4 года бакалавра, а потом из них очень малое количество будет учиться в магистратуре. Это приведёт к тому, что у нас будут проблемы с кадрами действительно в своей стране именно со специалистами. Можно вопрос к Вам? Я отстаиваю свою позицию об открытости границ образования. Мы всё время говорим об утечке мозгов, но, по сути дела, всё-таки я надеюсь, что когда-нибудь наступит время, когда наша страна немножко поднимется, как бы денежные потоки пойдут в образование в том числе. Вы, как Вы смотрите на ситуацию привлечения мозгов? В принципе, нам нужно западные педагоги, например. Вот если бы у нас была возможность пригласить западную профессуру в наши вузы, Вы любили за? Сегодня многие университеты приглашают к себе читать лекции западных профессоров. В моём университете ведущие специалисты по генпо из Америки, наши почётные доктора, приезжают и читают нам лекции. Я знаю, что это в каждом университете есть. У нас сегодня появилась возможность пригласить западных профессоров для чтения лекций. А в будущем, я думаю, что будет больше возможностей. Спасибо Вам большое. Нижний Новгород, скажите, пожалуйста, пока идёт голосование на форуме, как голосуете Вы за программу, которую сегодня представили Вашему вниманию наши гости, или против Ваше мнение? Мы, безусловно, голосуем за эту программу, так как она отвечает данным потребностям студентов и преподавателей. Следовательно, эта программа не может никак негативно повлиять на наши интересы. Спасибо Вам большое. Что скажет интернет-кафе? Голосуем за. Спасибо. Голосуем за. За. Голосуем за. И особо лично мне хотелось бы выделить тезис Ксении и Александра. Вот, и хотелось бы сказать в поддержку вот баллонской системы о том, что ведь, давайте посмотрим реально, эта система и приход к этим стандартам поможет нам решить те проблемы, которые мы озвучили в самом начале нашей дискуссии. Это и потребительское отношение студентов к учёбе, ведь требования будут предъявляться и к выпускаемым студентам, то есть они должны будут соответствовать международному уровню, и повышение кадров преподавателей, так как и преподавательский состав должен будет соответствовать высокому уровню международной системы. Поэтому я абсолютно за. Спасибо, да. Несмотря на свежесть идей, предложенных ребятами, я против этой программы, поскольку идеи показались мне излишне общими и неприменимыми для нашей системы образования. Итак, давайте посмотрим, как проголосовали на форуме. За вашу программу 95% и 5 против. Пожалуйста, давайте подведём с вашей помощью Черцу, прокомментируйте, пожалуйста. Я очень рад, что голосование было такое, и ребята, которые сегодня представляли свои программы, они озабочены проблемами в образовании. И мне очень понравилось все их предложения. Конечно, это глобальное предложение. Мы здесь не обсудили вопрос, как же выйти из того тупика, который вроде есть в качестве образования. Я думаю, что такие программы очень нужны, и я думаю, что мы здесь можем сегодня говорить о том, что... И мы уже сказали, что наше образование хорошее, но нам необходима поддержка государства для того, чтобы это образование было достойно людей, которые живут на нашей достойной земле. И хотелось бы, чтобы наши специалисты, получив образование, оставались в России работать. Хотелось бы, чтобы те, кто уехали и понимая, что сегодня у нас на высоком уровне развивается наука, вернулись обратно. И не только наука, но и образование вернулись обратно и помогали бы нам возвращаться к тому уровню, который считался великим в России. И поскольку они сегодня это могут, они там заработали деньги, они бы могли сегодня вернуться, им надо дать возможность этим делом заниматься. И та программа, которая предложена, она вполне достойна. И вы знаете, я хочу привести такое вот интересное высказывание. Образование есть то, что остается после того, как забывается все, чему нас учили. Это сказал Альберт Эйнштейн. Спасибо большое вам за комментарии, спасибо большое вам за разговор. Я благодарю наш интернет-мост и всех тех, кто был с нами на связи в эфире, на форуме и в Нижнем Новгороде. Спасибо интернет-кафе, ну и, конечно же, спасибо вам, много уважаемых телезрителей. С вами мы увидимся ровно через неделю на телеканале Культура. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»